Всем привет! В прошлом видео я показал большую часть окраски и подготовки деталей интерьера и в данном видео фактически остается только его собрать, но поскольку в интерьере я использовал очень большое количество дополнений, фототравления, проводов и всего прочего, то этот процесс тоже оказался небыстрым. И первое что я сделал это покрасил кнопки на центральной консоли, как и на руле они все разноцветные, там много используется разных цветов, поэтому я точно также беру разные цвета и кисточкой аккуратно крашу кнопки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После окраски остается просто собрать салон и я не буду наверное показывать этот процесс целиком, особенно такие долгие и рутинные процессы, как например прокладка проводов, это все достаточно несложно и требует только времени и некоторой усидчивости. Так что покажу только основные этапы сборки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приклеил к приборам салона провода, поскольку в наборе дополнений от Хобби Дизайн коннекторы идут металлические, а не смоленые, как например там у ТОП Студио и других производителей, и поэтому в данном случае не удалось бы рассверлить коннектор и вклеить до провод, поэтому провод пришлось приклеивать как бы в стык с коннектором, для чего я использовал суперклей и активатор. Очень он мне в этом деле помог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для ремней безопасности я использовал материал, который входил в набор дополнений от Хобби Дизайн. Это такой самоклеющийся волокнистый материал, но больше напоминающий бумагу, чем ткань. И он мне, честно говоря, не очень понравился, потому что очень сильно махрится. То есть когда протягиваешь в эти все многочисленные пряжки, застежки и так далее, он, несмотря на все мои усилия по обжиганию, я старался оплавить немножко края, чтобы они не махрились, или впоследствии подрезать, но тем не менее он немного махрится. Но использовать материал тканевый тут я тоже не стал, потому что для пятиточечных ремней он оказался толстоват, и они смотрелись бы немножко грубовато, как это было, например, на моей предыдущей модели, Ламборгини. Там тоже пятиточечные ремни, и ткань смотрится не очень хорошо, поэтому здесь я использовал этот материал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Поскольку салон гоночного автомобиля очень, скажем так, компактный и места свободного в нем минимальное количество, то я сначала креплю ремни к ванне салона, а потом уже буду продевать их в отверстия сиденья при его установке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как видите, перед установкой сиденья я также установил уже приборы, некие приборы, которые даже находятся в салоне гоночного автомобиля, а также проложил провода вдоль правого порога. Ничего сложного, повторюсь, в этом особо нет, я просто приклеил на тот же суперклей эти приборы и проложил провода вдоль порога, скрепив их маленькими кусочками проволоки, которые имитируют хомуты. А также я добавил несколько проводов в районе педалей, поскольку педальный блок, естественно, здесь полностью электронный и управляемый, то провода тоже присутствуют, никто их под обшивку не прячет ввиду ее отсутствия, поэтому эти провода я тоже сделал, поскольку на реальном автомобиле они тоже видны и именно вот так и выглядят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я устанавливаю И увидимся в следующем